всем привет 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 а у нас новая неделя ну и как водится новые закупочки в общем я сегодня ходила гулять естественно с рюкзаком я без рюкзака теперь вообще не выхожу потому что мне тяжело бывает иногда от незапланированных покупок поэтому сегодня у меня покупочки ну такие небольшие но довольно тяжеленькие как раз для рюкзачка в общем купила я вот такую здоровенную капусту тут килограмма 4 дней она очень большая ну как всегда за 1 евро в нашей фрутерии также купила бы такой горошек он стоит по моему 80 сантимов вот такой горошек потому что хочу сделать винегрет сегодня также две вот таких вот упаковочки здесь идут печеночки и пупочки от ку от кориц а вот 385 килограмм здесь на евро 19 а здесь вот на евро 20 для упаковочки взяла также взяла хлебчик ну что как обычно обычный хлеб на три батончика по 200 граммов стоит евро 45 если покупать отдельно каждый стоит 50 сантимов можно и так купить но мы так не покупаем никогда потому что обычно обычно я две упаковки иногда беру потому что за хлебом ходить далеко вот а бывает так что вечером приехали не успели купить поэтому в морозилке у меня всегда есть хлеб а также я сегодня ходила на охоту в общем сегодня я резала на детской площадке я вам когда-то показывал у нас вот и кинотеатра есть очень большие клумбы залежи заросли вот этого розмарина в общем я сегодня немножко вот сколько пакетики видно нарезала сегодня немножко розмаринчик а почему немножко я бы нарезала и больше но он цветет а с цветочками как бы его нужно резать до цветения и в интернете написано что он цветет в июле или в июне зависимости от региона но у нас почему-то цветет феврале ну это испания с этим ничего не поделаешь короче захотелось мне запеканки а муж как раз с работы ехал я ему по его попросила купить кварк сейчас открыла а потом вспомнила я же не сняла я же как бы уже очень давно не покупала кварк не снимала что это такое никогда бы не показывала открытым еще он купил килограмм сахара но я его уже показывать не буду в общем что такое кварк это вот такой жидкий творог вот такой вот он со вкусом кефира но это все-таки творог это не кефир вот вот такой вот тут еще в баночке осталось короче вот такой ну вот закрытая баночка называется куарк называется свежая взбитый свежий взбитый творог вот в общем вот так буду делать запеканочку смотрим что я сегодня принесла с прогулки я сегодня прогуливалась в лидл ну и в общем то такие нужные мне вещи купила в общем купила еще кварк я очень соскучилась за запеканками вот и в общем то купила еще на одну запеканку не знаю когда сегодня завтра может послезавтра буду делать мои любимые конфетки это такие вкусные мармеладки в сахаре называется поцелуйчик так йогурт йогурт который я покупаю вместо сметаны мой закончился купила так купила колбасу вот опять хамон де паву то есть хамон из ну такая типа ветчины из индюка и также бананы бананы были в скидке для нас избранных короче у которых есть приложение лидл плюс так они евро 45 и так они по еврику ну ладно по 99 сантимов и тоже для избранных купила вот это печенье она не намного дешевле получается но все равно 20 сантимов на пачечке так они стоят евро 0 9 а так они по 89 сантимов купила 4 пачки а вот там внутри по две пачечки сделаю из них тортик в общем все это мне стоило 1570 и я зашла еще фрутерию и купила мои любимые мармеладки вот такие они стоят 10 евро килограмм здесь на евро 30 ну в общем всего 17 евро я потратила сегодня да я совсем забыла я еще купила лоток яиц но так как я вот так некрасиво принесла они у меня стояли возле раковины в общем чтобы ничего не запачкать я них забыла в общем еще и лоток яиц в общем вот вот такой у меня сегодня улов вот такие покупочки продолжаем рассматривать мои покупочки сегодня ходила на рынок в общем купила клубнику 250 килограмм я купила килограмм так мандарины мандарины все у того же продавца вот смотрите какими гроздьями их покупала в общем я их сама выбирала такие какие мне нравились а мне нравились вот такими гроздьями прям прям грозди класс так 4 килограмма 3 евро здесь на 230 так следующее что еще на рынке на рынке лимоны евро килограмм и груши груши классно это сладкие вкусные они пока еще твердые не знаю может быть и частично посушу честь частичном съем в общем два килограмма полтора евро так что еще еще я была в меркадоне я купила бутылку подсолнечного масла евро 45 пачку масла положила в этот пакетик потому что на улице очень жарко а я после меркадона еще ходила на рынок сначала я хотела в меркадону а потом на рынок там солнце сумасшедшее пачка пачка масла евро 90 так вот такой хлеб купила в общем честно скажу раньше мы только его и покупали когда жили в сарагосе когда приехали сюда мы только его и покупали этот хлеб называются сейчас я вам скажу как он называется если здесь нет здесь не написано значит называется на пан де компесину то есть компесину это тот который работает в общем на земле ну в общем хлеб хлеб крестьянина да я даже не знаю как сказать он очень вкусно он похож на наш хлеб который в советском союзе выпекался и назывался он орнаутка вы знаете а потом его как-то стали печь по-новому ну вот какой-то он стал такой более воздушный внутри мы перестали его покупать перешли вот на вот этот хлеб который вам всем знаком который хлеб с оливковым маслом нам он больше нравился ну в общем конечно иногда иногда я покупаю и такой хлеб он такой более рыхлый он внутри такой очень очень большие дырки в нем ну в общем полтора евро такой хлебчик стоит вот вкусный но я вчера и позавчера пекла свой хлеб сейчас я вам покажу какой я свой хлеб пеку нашла в интернете рецепт и вы знаете мне очень понравился сейчас я вытащу покажу пусть им вот такой хлебец вот я пеку их рецепт дан на один хлебчик а я пеку два таких хлебчика не смотрите не судите строго у меня здесь духовка такая немножко стрёмная поэтому он у меня внизу вот такой светленький а сверху вот такой немножко темненький хотя пеку его самом низу сейчас я покажу какой он у нас на срезе вот этот я вчера пекла вот разрезанный да просто еще теплым резали поэтому он такой вот он вот такой такой совсем кстати очень вкусный знаете мякоть такая такая плотная знаете такая вот пружинистая плотная мякоть очень мне нравится этот хлеб он действительно похож на хлеб это не булочка а вот я вообще люблю печь батон и я здесь только один раз пекла батон и потому что здесь у меня не получается печь батон и во первых у меня здесь нет такой тары в которой бы я могла заместить тесто допустим вот на 6 батонов как я раньше пекла в швеции для того чтобы заместить то может быть и есть в чем но так чтобы оно подошло не в чем это во первых во вторых у меня здесь нет такого противня на который бы у меня поместилось три батона я в этот раз пекла ну почему три батона потому что я пеку 3 и 3 два раза пеку а два батона тоже туда плохо помещаются ну а играться с этими батонами тем более летом три раза печь это это тяжело очень круче здесь у меня но никак не получается ну и тесто само само тесто у меня не в чем не в чем выстоять да и раскатывать мне вы не ну 8 короче один раз я спекла три батона они такие получились на этом противне костюбатенькие немножко поэтому пик овы такие кирпичики вот эти кирпичики я пик у форме для для кекса знаете такая формочка есть вот вот такой вот вот такой вот формы короче классный хлеб устный хорош и в общем иногда же нужно как-то менять он на самой главной в хлебе для меня это когда он не крошится вот когда он так держится хорошо, потому что, когда он крошится, ну, это для меня просто уже какая-то булка, а не хлеб. Так, все. С хлебом закончили. Также купила муку. В общем, из всех мук, которые я здесь использовала, вот для хлеба мне подходит больше всего вот эта мука. Мука из меркодоны. Здесь у нас 5 килограммов. 2,90. Вот. Вот так. Также купила дрожжи. 49 сантиметров. Здесь 50 грамм. Тоже вон уже покоцались. Также купила для моего мужа бутылочку вот такого швепса лимонного. Я просто не знаю, какой он пьет. Я вижу, что ничего нет, поэтому купила одну. На сегодня хватит, а завтра, если что, докупит себе еще. А еще я вам сейчас кое-что покажу. Вот. Это у меня бесплатно. Так сказать, подарок. Встретила знакомого продавца. Он спросил, у меня нужно. Я сказала, ну, конечно, нужно. Тут, наверное, килограмм 5 или 6 лука. Лук классный. Такой он, как он называется, сладкий, хороший лучок. Вот. Так что, а я как раз сегодня собралась вареники делать с капустой. Как раз много лука уйдет. Пару мандарин, пару апельсин. Ну, в общем-то, такое. В основном здесь лук. Я очень довольна. А вы такие подарочки любите? Знаете, я такие подарочки воспринимаю вот как будто были родители или свекры мои приехали с дачи и привезли нам что-нибудь такое. Знаете, не такое прям красивое, как из магазина. Но зато бесплатное, зато домашнее, классное. В общем, я очень довольна. Такой большущий пакет. Вот такой пакет. У нас в них и мандарины продают, и лук в них продают. Ну, если много нужно. В него очень много всего помещается. В общем, вот так я сегодня сходила на рынок. Ну, вот я для наглядности высыпала в тазик. Тазик у меня большой. Тазик такой, очень приличной величины. В общем, вот такой подарочек у меня сегодня. Я очень довольна. Ну, еще вот такой тазик клубники я принесла. Это мне тоже сегодня подарили. В общем, клубничка вот такая красивая. Не знаю, что с ней буду делать. Ее здесь много. Этот тазик у меня большой. Здесь клубники, наверное, ну, килограмм шесть, наверное. Может быть, даже и больше. Вот. Ну, такая клубничка замечательная. И вот представьте, да, ее уже никто не будет продавать. То есть, она уже вся идет на выброс. Вот такая клубника. Вот. Жалко, конечно. Я, например, после Швеции я не могу смириться с таким выбрасыванием продуктов. Это для меня просто ужасно. Вот. Она вся была в ящичках. У меня было сколько? Да. Шесть ящичков, шесть килограмм. Вот. Я ящички высыпала, ее все из ящиков, потому что мне, ну, короче, муж мусор выносил. Я заодно попросила вынести и эти ящички. Дело в том, что, например, в Швеции такие продукты никто не выбрасывает, ни один магазин, ни один рынок. Их просто продают дешевле. Ну, а здесь уже ее так дешево продают. Вот сегодня клубника на рынке было 2 евро. Вот. Или же 2 килограмма за 3 евро, то есть полтора евро килограмм. Вот. И не могу сказать, что ее там прям берут. Да, такие они о том, о том, что в Швеции, например, даже Лидл объявил, что, там, не помню, с тех пор, как он это объявил, это было уже больше трех лет назад, на что отныне продукты, которые потеряли товарный вид, изыматься и с продажи не будут. Они будут продаваться так же, как и все любые продукты, потому что к ресурсу нужно относиться с уважением. Вот пока я тут вам снимаю, нашла бракованную клубнику. Видите, какой жуткий брак. Ну, в смысле, вот она примялась. Ну, вот так. А испанцы все это выбрасывают направо и налево. Мне, например, просто иногда сердце кровью обливается, когда идешь, стоят эти ящики с клубникой, эти яблоки, эти бананы валяются. Господи, это просто ужас. Аманго, хурма, артишоки, спаржа. А еще сегодня я получила в подарок от знакомого продавца вот такие замечательные яблоки. Спросил, нужны? Ну, конечно, нужны. Но о чем речь? Господи, где бы это я так бесплатно яблок здесь набрала? Сада? У меня нет, дачи у меня здесь нет. Родители с дачей, так они в другой стране. В общем, конечно же, я не отказалась от таких яблок. Это яблоки фуджи, классные, вкусные. Спеку какой-нибудь пирожочек, давно я не пекла никакую шарлотку. Вот, они тут есть немножко, да, вот такие, ну, то есть, видно, где-то куда-то, но куда-то попали. Но, в принципе, я не обижаюсь. Вот, они нигде не гнилые, ничего, замечательные яблоки. Но их-то, понятное дело, уже никто не купит. Вот, их и выбрасывают. Так что, я такие штучки очень люблю. А на этой неделе мне очень крупно повезло. Так, вот, что я еще купила. Вот это то, что называется платану. Здесь есть бананы, а есть платану. В общем, вот это платану. Видите, какие они крошечные? Они совсем крохотулечные, совсем маленькие. Вот, это называется платану канарио. Их привозят с Канарских островов. Они там растут. В общем, купила сегодня, вообще, по смешной цене, евро за килограмм. Ну, и вот, как видно, наглядная разница между бананом и платаном. Хоть это бананы, вон, видите, дель монте. Знаете, есть ананасы, самые вкусные ананасы вот этой фирмы дель монте. Ну, вот, видите, разница. А еще я сегодня купила на 2 килограмма клубники за 3 евро, то есть, по 1,5 евро за килограмм. Вот такой миленькой клубнички искала, чтобы купить маленькую. Я так хочу вареников с клубникой. Господи, я просто как подумаю, у меня уже тут, ой, короче, в общем, хочу. Ну, я уже ее и помыла. Здесь 2 килограмма, в общем, 3 евро, 2 килограмма. А мы продолжаем рассматривать покупочки. Мы сейчас вернулись с закупок, ну, ездили просто на машине на закупки, но это были небольшие закупки, это были такие средние закупки. Большие закупки нас ждут на следующей неделе. В общем, что купили? Мое любимое молоко, 90 сантимов в литр, здесь 6 литров в упаковочке. Вода. Решили взять, попробовать вот эту воду. Эта вода годится для, ну, написано на ней, что для приготовления еды для бэбэшек, для маленьких деток. И она очень недорогая, всего лишь 11 сантимов в литр. То есть, вот эта бутылка 8 литров стоит 88 сантимов всего-навсего. Значит, вот, как обычно, постное масло. Наконец-то мы купили постное масло. Господи, я задолбалась по этой бутылочке покупать, ненавижу вот это делать. Короче, это обычное подсолнечное масло, рафинированное. Подсолнечное с 6,50 стоит 5,5 литров. Так, ну, и обычная вода, обычная газированная вода, которую мы всегда покупаем. Просто осталось несколько бутылок, поэтому докупили. Но сейчас мы ее пьем не так много, сейчас же не лето. Вот. Ну, и вот некоторые вещи, которые мы купили. Значит так, кефир евро 25. Глидл. Вот, купила. Такой кефирчик. Пойдет на творожок или на кефир, посмотрим. Значит так, вот такой сыр евро 35. Так, завтра буду готовить курицу. Значит так, здесь у нас получается, господи, вот, ну, короче, почти кило 500, по 2,99, по 3 евро 4,44, курочка. Так, также, 90 сентимов, 25 пакетов чая. Вот такой чаек, это в Лидл. Так, и кефир, это тоже Лидл. Так, так, вот это тоже в Лидл, она стоит около евро. 94-95 сентимов, вот такая водичка. Это для моего любимого мужа. Так, дальше, масло, евро 90, масло без соли. Следующее, это была акция, это, господи, как же она называется? Господи, скумбрия, господи. В общем, это скумбрия, она стоила всего, на всего 1 евро, муж купил на салат, он любит. Так, а это мое, 100 лет не покупала, все, уже поела, все, что было. В общем, короче, это у нас печень трески. Так, есть. А нас тут евро 50, но это же еще не все, с печенью трески, что мы купили. Здесь, конечно, он запечатан, очень сильно, этот пакет. Сейчас я его распечатаю, покажу. Так, это была у нас печень трески, а это у нас икра трески. Вот она. Она стоит, где она тут у нас стоит? Она стоит почти, почти, не почти, 14 евро за килограмм. Она стоит, мы купили 330 граммов на 4,62. Ну, мы купили все, что у них было. Сейчас я посмотрю в интернете, как это готовить, потому что на днях товарищ моего мужа выкупил в этом магазине всю вот эту вот икру, которая там была, ну, тоже там же, небольшими порциями. И его мама приготовила очень вкусную такую намазку и нам тоже передали чуть-чуть. Очень вкусная получилась эта икорочка. Вот, я тоже хочу что-нибудь подобное приготовить. 4,62, да, было видно. Так, Так, это мы все, все это мы видели. Так, фарш. Мы тоже купили, вот это очень популярная фирма Альпоза, хотя мы мужа, она не важная, она просто очень сильно разрекламированная. Ну, короче, мы купили вот этот фарш, я не помню, он стоит около 7 евро килограмм, здесь 800 грамм, сколько ушло, я не помню, сколько это стоило в деньгах. Короче, вот такой фарш, это смесь, нет, это свинина, это не смешанная, это просто свинина, другого там в принципе не было. В общем, мы купили попробовать, посмотрим какой, и всем его едят. Так, ой, также в Левел, я купила бананы, на вот они, сейчас по 99 сентимов, а вообще стоили евро 45, я, конечно, обнаклела, открыла новый ящик, потому что там были один зеленый, вот, ну, и вот ящика вытащила, вот такие одни бананчики, мы взяли, сколько здесь, а понятия не имею. Так, также купила салфетки, вот, я, конечно, возмущалась, у меня есть купон на салфетке, в общем, на 4 пачках я имею целое евро в скидку, и никакой головной боли в течение месяца, наверное, 4-5. Ну, в общем, мой муж сказал, зачем нам столько салфеток, думаю, мы купили только одну упаковку, у меня пропало настроение, просто пропало настроение. Так, ну, вы поняли, салфетки по еврику. Дальше, соль, 35 сентимов. Так, ну, 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 как же я, из фамили и без вафелек, две штуки по еврику. Вот, молочных не было, были только такие, шоколадные, но я их тоже очень люблю. Так, тряпки. Вот эти тряпки у нас продаются исключительно в одном магазине, и это фамили. Знаете, дети, которые такие абсорбирующие. В общем, здесь три упаковки, 99 сентимов. Следующее. Этот фарш я не выдержала и купила. Я бы купила и больше, но так как я была не одна, я не могла купить больше. Вот, стоил он 5,69, купила 3,98. Вот, ну, в общем, там было их, наверное, штук 5 или 6. Конечно, купила бы 2 или 3, но так как рядом стоял цербер, которому никогда ничего не надо. Поэтому купила только один и тоже расстроилась. Так, купили вот это вино. Мы еще такое вино не брали. Так, белое, фризанты. Видите, белое сангрия. Вот, оно должно быть с газом. Вот, тут написано легкий аромат фруктов. В общем, короче, посмотрим. И деликатный вкус. Ну, посмотрим, потому что в воскресенье у нас опять будет сальмон, и поэтому будем смотреть, что, как, на вкус. Следующий, ополаскиватель. Сегодня вылила последний. Я сегодня занималась отбеливанием полотенец. Ну, дело в том, что мы пользуемся белыми полотенцами исключительно. Белыми полотенцами как-то так сложилось. Вот, но мне с ними легко. Раз в несколько месяцев я их закладываю в советское, ну, в советское, ну да, в советское хозяйственное мыло. Вот, замачиваю их на ночь. Потом в том же хозяйственном мыле стираю, а потом еще раз стираю в хлорке, а потом еще раз стираю просто в красивом, ну, в чем-нибудь таком пахнючем и с хорошим ополаскивателем. Ну, так я их отбеливаю. Я люблю, когда они такие белые, при белые. Вот, даже если они от этого портят, мне как бы так немножко все равно. Вот, купим новое. Вот, 2 евро он стоит. Евро 89, евро 99, не помню. Ну, короче, около 2 евро. И также вот такая вот фанта-шманта для меня. Потому что давно я не покупала, как-то так доедала, допивала то, что было. Вот, а это вот, наконец-то, я ее прикупила. И до следующей недели, когда мы там поедем, у меня будет мой напиток, который я пью всегда. Вот, и представьте себе, мы подъезжаем к дому выгружаться, и я смотрю, стоит машина, которая привозит и забирает передачи из Украины. Я говорю мужу так, я пошла гречку покупать. Подхожу к ним, а там никого нет, как бы из, ну, все уже все получили, все уже все отправили, они все это загружают в машину. Я подхожу и спрашиваю, говорю, а гречечку можно? Они говорят, у нас нету, мы же 2 недели не привозили. Я говорю, блин, а когда будет? Типа на следующей неделе. И смотрю, стоит что-то очень интересное, вот, такое. Вот, я спросила, говорю, это мед? Да. Говорю, какой? Резнотравья. Я говорю, почем? 10 евро. Я говорю, давай. 8, короче, у меня повысилось настроение. А у меня было, упало, после салфеток и фарша. Но зато после медика, вот оно у меня поднялось. А теперь вот опять упало немножко, там еще какие-то конфетки были. А я так тормознула, а потом уже, когда поднималась к нам домой, а у нас, извините, по-человечески, шестой этаж, ну, в смысле, он-то пятый, ну, а подниматься, так шестой, потому что у нас первый, это второй. Ну, как во всех странах. Вот, когда я уже поднималась, уже была этажа на четвертом, я подумала, блин, а почему же я не спросила, о чем конфеты, и какие конфеты, не рассмотрела. Потом подумала, ну, ладно, в следующий раз пойду покупать себе гречку, посмотрю, что там у них еще есть. А сейчас хочу попробовать мед. Ну, в общем, как-то так. Ну, а теперь я с вами прощаюсь. На этой неделе явно у нас уже последние такие закупки. Хлеб есть, все есть. Больших покупок больше не предвидится, только на следующей неделе. Вот, ну, все, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого наилучшего, и всем пока-пока-пока-пока. С вами был Игорь Негода.